Выборы завершились, но представители областной власти продолжают посещать наш город и не покидают наших горожан, а наоборот, помогают разобраться о сложившихся ситуациях. Накануне член Совета Федерации, представитель Тамбовской области Алексей Владимирович Кондратьев попытался разрешить наболевшие проблемы горожан и жителей Расказовского района. Нерешенных вопросов скопилось очень много. В числе важных стоял вопрос о существовании Расказовской станции. Как поясняют жители поселка, там всего несколько улиц, но существуют они без газа, воды и практически без света. Напряжение постоянно скачет. С одной стороны у нас шубные газифицированные, с другой стороны, да, деталенка, все газифицировано, ничем мы хуже других. Согласитесь? Никто не спорят. А все зубы, потому что 21 век? Тем более, тем более. Мы вот собрались, жители рассказывали, подписались. У нас проектная документация, все у нас в порядке. Мы даже по поселку уже трубу проложили. Осталось дело за мало. Что даже к домам некоторые протянули. Бабушки некоторые уже печки проложили. И в домах даже уже сделали. Внутри англии сделали, сидят, ждут. В надежде, что нам все-таки федеральная компания все-таки проложит нам эту газовую трубу. Ну, в домах про население, просто нет. Не, не, не. Я почему? Вот люди сидят, мы вот с прокурором точно знаем, что за водоснабжением населения, равно как за здравоохранение и питание, отвечает чисто власть. Ни одна компания не отвечает. Чисто за организацию отвечает чисто власть. Это вот главная боль главы вашего района. Вместе с замом по социалке. Она первая должна сейчас прям пустить слезу, сказать, да как же что, да куда же их вот все смотрят. Ну, такой вот. Я просто думал, при них так вот нет. Ну, говори, ну, вы же электристы. Вот, коллеги, давайте мы так понимаем. Это вот все вот прокурор, если вы так молчите, в рамках, понимаете, почему вы говорите. Это статья вообще такая уголовная. Вот. Как минимум на халатность тянет. Изучая каждый вопрос в отдельности, Алексей Владимирович пытался многие вопросы граждан решить на месте, так как на приеме присутствовали представители городской власти. Но, по словам члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, заявления, которые сразу же были написаны на имя губернатора Тамбовской области, найдут точку решения быстрее, чем человек самостоятельно начнет решать касающиеся его вопросы. Так Наталья Петровна Чайкина обратилась за содействием по обеспечению инвалидной коляски ребенка в связи с программой реабилитации. Дело в том, что после заявки на получение положенной инвалидной коляски, сроки ее ожидания составили целый год. На повестке дня звучали вопросы, касающиеся дорог. У жительницы улицы ярмарочная, просто их нет. На других улицах просят сделать ливневые стоки. Жительница села Пичер просит ремонт автомобильной дороги, по которому проходит школьный маршрут. Был сделан звонок мной лично, ряду руководителей, например, руководителю Блгаза Кантееву Валерию Николаевичу. Он выделит своих людей. Соответственно, МРСК-центр тоже выделит своих представителей. То же самое по всем заинтересованным структурам. Будут выданы представители, которые с выездом на место определят те шаги, какие можно сделать в первую очередь, во вторую, третью. В сложившейся ситуации еще можно разобраться. А вот постройку школы в поселке Зеленый трудно будет приурочить к какой-либо из имеющихся программ, так как численность детей не слишком велика. Жители поселка жалуются, что из-за неимения должной школы вынуждены возить детей в город, рассказывая на обучение. Мы должны как власть сформировать такой механизм, который позволял бы людям жить в комфортных условиях постоянно. Вне зависимости, возникла вот эта подребность, не возникла. Должны не люди за властью бегать, а власть сама работать так, как ей положено. Надо понимать, что представитель исполнительной власти Алексей Кондратьев – глаза и уши главы администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина. И, соответственно, весь доклад переходит сразу ему. И то, что требует решения региональным руководителям с поддержкой отдельных органов федеральной власти, решается, конечно, быстрее. Поэтому мы считаем вместе с Александром Валерьевичем, что нужно, по моему мнению, по поддержке Александра Валерьевича, больше и чаще проводить таких мероприятий с выездом на территорию. Я думаю, что мы в ближайшее время эту работу усилим. Чтобы люди понимали, что работают не от выборов к выборам, как у нас отдельные маргиналы пытаются вот это выставлять на все обозрение. Выбор уже прошли, уже пошли совершенно другие люди работать в новых лицах во власть, а мы работу не прекращаем. Нам досталось очень тяжелое время работать. Вы видите, какие экономические условия сегодня сложились. И по бюджетированию, и вообще, как бы, не очень легкое время сегодня. Поэтому нам сегодня предстоит работать, может быть, в три раза тяжелее, чем нашим предшественникам. Но и работать нужно, прежде всего, на людей, а не ради работы. Благодаря такому отношению высших властей в нашем городе и районе постепенно будут убывать накопившиеся годами проблемы, весомого значения для людей. Улицу Ярмарочная поставили на асфальтирование на будущий год. В скором времени Наталья Петровна Чакина получит нужную коляску для ребенка. И все остальные прозвучавшие вопросы непременно найдут свое положительное решение. Виктория Шишкина, Вячеслав Михайлов, Новости ТВ, Рассказыва.